МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Алексея Кошелева. Коротко о главном. Закружились в танце. В областном центре прошел бал медалистов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финальный аккорд. Капитальный ремонт второй музыкальной школы подходит к концу. Срок успеет однозначно. Детки войдут вовремя в сентябре. Золотая молодежь. Юные рэкбисты из Пензы стали чемпионами России. Соперник был сильный. Мы выполняли установку тренера. И благодаря этому мы снова победили. Волновались, как же без этого. А еще усиленно готовились и старались набрать как можно больше баллов. Но теперь все позади. Завершилась основная волна сдачи ЕГЭ. И 11-классники могут вздохнуть спокойно. Почти на протяжении целого месяца ученики проверяли свои знания. И вот подведены предварительные итоги единых госэкзаменов. 42 пенсионских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ. Предметы разные. Математика, русский язык, литература, история, химия, физика. Впереди отличников ждет студенческая жизнь. И сегодня этих ребят, а также других 11-классников, которые добились значительных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, пригласили на бал медалистов. Здесь же состоялась церемония награждения. Виновникам торжества вручили благодарственные письма. Все подробности в первом материале выпуска. Несмотря на то, что на улице довольно холодно, внутри киноконцертного зала «Пенза» по-настоящему жарко. Веселиться ребята начали еще задолго до официального начала губернского праздника «Выпускник-2023». Со всего региона в областной центр пригласили лучших 11-классников. Это сливки школьного общества, победители Олимпиад, спортивных соревнований, активисты, конечно, обладатели медалей за отличную учебу. То есть я шла в школу уже с пониманием, что я хочу добиться определенных успехов. И с первого класса я стремилась к этому, я хорошо училась, я очень старалась на самом деле. Вот это осознание, что наконец-то я закрыла вот этот гештальт в своей жизни и закрыла его так, как хотела. Просто вселяет большую радость. Единый государственный экзамен у этих ребят позади. Уже известные результаты практически по всем дисциплинам. Совсем скоро начнется взрослая жизнь. Университет, кто-то заведет семью, но пока они еще школьники. Школьники, которые умеют отдыхать. Губернский праздник, своеобразная репетиция перед главным выпускным, который пройдет в Пензенской области уже в эту субботу. Но и к подготовке к этому мероприятию 11-классники подошли ответственно. Конечно, большое внимание своему внешнему виду уделили девушке. Мы узнали об этом. Надо придумать наряды, чтобы было все красиво и одинаково. Выбором нарядов довольны? Да, конечно. Я хочу передать искренние поздравления и слова благодарности от губернатора Пензенской области Олега Владимировича Миличенко, от членов правительства Пензенской области и от себя лично. И, конечно, в этот день хочется пожелать вам добра, счастья, здоровья, процветания и успехов уже во взрослой жизни. На сцене крупнейшей концертной площадки региона благодарности правительству области законодательного собрания вручают выдающимся школьникам и их родителям. В 2023-й был объявлен президентом России Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Учителя прошли с этими ребятами путь длиною в 11 лет. Конечно, самая главная и красивая часть любого бала, особенно выпускного, это вальс. Через несколько минут танцы у сцены киноконцертного зала продолжились. Каждый год для лучших выпускников области выступают звезды всероссийского уровня. А в 2023-м в Пензу приехала кавер-группа XO Music. К другим темам. 22 июня в России – День памяти и скорби. 82 года назад в это время началась Великая Отечественная. Как дань уважения павшим по всей стране в 19 часов 15 минут пройдет минут молчания. Пензенцы также смогут присоединиться к этой акции вне зависимости от того, где они будут находиться. Своими воспоминаниями о том страшном дне, когда была объявлена война, с нами поделилась ветеран труда Варвара Андреева. Вот это вот брат старший. Когда началась Великая Отечественная, у Варвары Андреевой было трое братьев, две сестры, мама и папа. Счастливое детство в небольшом селе Белинского района. Близких война начала забирать буквально с первых дней. 13 лет мне было. Началась война. И вот раз сообщили, вот брат младший в армии был, не прошло сколько дней там, и прислали брату повестку, что его, он пропал без вести. Вскоре девочке пришлось переехать в Пензу, в школу фабрично-заводских рабочих. До конца войны она делала взрыватели для снарядов. Вспоминает, как прямо на производстве происходили аварии, в них гибли люди. Как подростки работали наравне со взрослыми. Там же ветеран лишилась части руки. Самолёт делали взрыватели. И я гнула. И вот я гнула, у меня получилась костная киста. И вот мне было, ну, с девчонкой, конечно, я знаю, что тут 18 лет, что мне исполнилось. Вот мне делали операцию. В цехе мы работали, у нас ни свет, ничего не было. В потёмках сколько проголодовали, сколько в шею мы побили, это страсть. Сейчас у Варвары Васильевны два праправнука. И для семьи ветерана труда 22 июня – это страшная дата. Как и для всей России, в которой день начала Великой Отечественной – официально День памяти и скорби. Воздать дань памяти всем, кто положил свои жизни на борьбу с фашизмом, все вместе смогут и жители Пензенской области. Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт одновременно по всей стране в 12 часов 15 минут, где бы вы ни были – на работе, в общественном транспорте или на Большой площади. Вам предлагают остановиться и почтить память миллионов жертв той кровопролитной войны. А в ночь с 21 на 22 июня у монумента воинской трудовой славы пензенцев любой пришедший может оставить свою свечу памяти. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее. Одна из старейших детских музыкальных школ Пенза переживает второе рождение. Здание было построено более полувека назад по индивидуальному проекту. За годы эксплуатации многое устарело, и кабинеты нужно было приводить в порядок, и большой концертный зал, текла крыша. В 2022-м приступили к капитальному ремонту. Этот шум ни на какую мелодию не похож, солируют строители. Капитальный ремонт здания второй детской музыкальной школы выходит на финишную прямую. Больше 80% запланированных работ выполнено. В настоящее время ведут отделку учебных классов и коридоров. Я сама училась в этой школе, и помню, по каким мы лесенкам там вот ходили, да, по какие перилы у нас были вот эти доисторические. И когда вот делают какой-то элемент работы, и вот смотришь, и вот радуешься, конечно, что это новое, что это все. Двери, шикарные двери. Там звукоизоляционные эти двери, когда шикарные двойные двери заменены. Ну, конечно, этому радуется душа. Благодаря национальному проекту «Культура» стал возможен капитальный ремонт здания данной школы. Рассчитан он был на два года. Приступили в 2022-м, тогда заменили кровлю и утеплили фасад. Теперь продолжили, но уже специалисты трудятся под крышей. При проведении работ в большом концертном зале руководство музыкальной школы очень переживало, сохранится ли та акустика, которая была здесь до ремонта. Для потолка выбрали специальные плиты. Но сейчас проверим, хотя им не очень много заложено, но все же. Надеюсь, также будут аплодировать и юным воспитанникам музыкальной школы, которые вернутся сюда после завершения ремонта. Уроки с альфеджио в учебных классах школы возобновятся в сентябре, когда начнется новый учебный год. Несколько сотен юных музыкантов вернутся в родные стены. Опасений, что подрядчик не успеет, у тех, кто следит за процессом, нет. Срок сдачи у нас этого объекта 1 августа. То есть до 1 августа по контракту подрядчики должны закончить. Приезжаю действительно сюда один раз в две недели обязательно, посещая объект. И за ходом производства работы смотрю, и за качеством выполнения работы также смотрю. Ставим ограждения, новые ограждения. Очень пока нравится все. И асфальтируем прилегающую территорию. Параллельно с внутренней отделкой ведут и благоустройство школьного двора. Теперь о трагедии, которая случилась в Нижнеломовском районе. Там, на 530-м километре федеральной трассы М5 «Урал», произошло столкновение двух транспортных средств. Микроавтобусы «Ивека» и «Рено Дастер». Последний серьезно пострадал. Основной удар пришелся на левую часть корпуса. За рулем внедорожника находилась женщина 1988 года рождения. Ее госпитализировали, как и двухлетнего мальчика, который также в этот момент находился в машине. Однако, не всех удалось спасти. В результате происшествия пассажир автомобиля «Рено Дастер», мужчина 1994 года рождения от полученных телесных повреждений, скончался на месте. Пассажир, который в момент аварии находился в салоне микроавтобуса, после осмотра медиков был отпущен. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, устанавливают все детали. Тем временем в Пензенском областном суде был вынесен приговор убийцы. 42-летний мужчина из Нижнего Ломова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишил жизни двух человек. Одного в 2010 году, другого в 2022. Причем преступления были совершены с особой жестокостью. На скамье подсудимых – хладнокровный убийца. Следствием это уже доказано. Между двумя преступлениями, совершенными жителем Пензенской области, прошло более десятилетия. Оба тяжких деяния имеют много общего. И в первом, и во втором случае сначала были алкогольные посиделки, а потом расправа над собутыльниками. Злоумышленник перерезал своим жертвам горло. Одна трагедия произошла в 2010 году в селе Вирго, другая – в 2022 в Нижнем Ломове. Тогда мужчины повздорили, и гость оскорбил хозяина. Потерпевший решил покинуть квартиру приятеля, однако не успел этого сделать, поскольку обвиняемый догнал его около входной двери и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи. Подпили мы сильно, очень здорово подпили. Я начал, потом уже как успокоился. Был в этой криминальной истории еще один участник. Он спал в соседней комнате. После совершения убийства злоумышленник решил избавиться от тела погибшего, для чего расчленил его, затем разбудил знакомого и попросил его помочь вынести тело из квартиры. В результате погибшего они спустили в подвал, где злоумышленник закопал его. Прошло некоторое время, и на очередной попойке мужчина рассказал эту леденящую душу историю двум приятелям. Один из них и сообщил обо всем в полицию. Во время следствия обвиняемый признался и в первом своем преступлении, совершенном в 2010 году. В итоге областной суд вынес мужчине обвинительный приговор за убийство двух и более лиц. Решение служителей Фемиды сторону обвинения удовлетворило полностью. Неназначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев. У органов следствия не имелось никаких доказательств вообще фактов, подтверждающих совершение предыдущего убийства. Даже, так скажем, заявлений не было по этому поводу. Он сам об этом рассказал. Именно в силу того, что все следствие и вся доказательная база первоначально была построена на его признательных показаниях, и это и послужило основанием для назначения ему столь мягкого наказания. Приговор в законной силу еще не вступил. Подсудимый может его обжаловать в течение 15 дней. Любители путешествия отправились в многофункциональные центры, чтобы оформить за гранпаспорта те документы, которые рассчитаны на 10 лет. В последнее время их не выдавали, но теперь услуга вновь доступна. Наш корреспондент выяснил все подробности. Вот так в заграничном паспорте будет выглядеть в вашей фамилии, имя, отчество. Ну, то есть можете сравнить с предыдущим, но я думаю, вряд ли там что-то по транслитерации поменялось. С июня возобновлено оказание услуги по оформлению биометрического документа для выезда за рубеж. Речь идет о загранпаспортах сроком действия 10 лет. Их не выдавали со 2 февраля. И вот любители путешествий по миру могут получить удостоверение личности современного образца. Что касается заграничного паспорта сроком на 10 лет, мы оформляем его в Пензе на улице Шмидта 4, в том главном офисе, в котором вы находитесь. Вот замечательная стоит криптокабина, это программа технических комплексов, посредством которого оформляется этот документ. Это современное оборудование здесь используют с апреля 2021-го. Правда, попадает заявитель в кабину только после того, как предоставит сотруднику многофункционального центра все необходимые бумаги. Их перечень следующий. При себе граждане должны иметь документ, удостоверяющий личность. Для совершеннолетних граждан это паспорт Российской Федерации, для детей это свидетельство о рождении. Граждане от 14 до 18 лет должны при себе иметь и свидетельство о рождении, и паспорт. И должны обратиться вместе с законным представителем. Должна быть оплачена госпошлина, совершеннолетним это 5000 рублей, несовершеннолетним 2500 рублей. Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет при себе необходимо иметь военный билет, либо приписное удостоверение. Также необходимо предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет и одно фото. Хотя в паспорте нового образца снимок будет другой, сделанный в криптокабине. Чуть-чуть вот, вот вородочек пониже, ровненько. Нажмите раунд, фотографируй на экране. Это что, смотрите в объектив, не двигайтесь. В многофункциональном центре говорят, что пока ажиотажа с оформлением загранпаспортов с 10-летним сроком действия не наблюдают. В основном документом с электронным носителем информации интересуются молодые люди. Ненадолго прервемся, на очереди реклама, впереди новостей еще много. Редактор субтитров А.Семкин фрезеровщики, технологи, металлург, слесари МСР, дефектоскопист. Телефон 451-751. В медицинском центре персональное здоровье ведет прием кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, гематолог-онколог Рыбина Людмила Николаевна. Улица Калинина, 61А. Запись по телефону 32 08 02. Компания «Флагман» приглашает в свою команду ученика-инженера-замерщика. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Обучение и поддержка на всех этапах работы. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Пятидневная рабочая неделя. Обязанности. Выполнение замеров оборудования на объектах. Работа связана с командировками по России. Оплата проезда, проживание и питание за счет компании. Телефон для контакта 8 927 288 59 18. Жизнь мужчины – это выбор. За какую команду болеть, какую профессию выбрать, с какими людьми дружить и с кем связать целую жизнь. Каждое решение влияет на твою судьбу и судьбу твоих близких. Но сегодня твой выбор может повлиять на судьбу страны. Защити свое будущее и будущее своих детей. Служи по контракту. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело – сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. В Макшанском районе активно развивает экотуризм. Всего час езды от Пензы, и вы попадаете на ягодные плантации. Собирать клубнику можно собственными руками, причем не запрещается есть ее прямо с куста. На выбор гостям предлагают несколько сортов для сбора. Кстати, сама клубника хорошо зарекомендовала себя у пензенцев. Партии, собранные профессиональными рабочими, поставляют в несколько сетевых магазинов области. Ароматная макшанская ягода неизменно выделяется на прилавке. Свежая, яркая и такая летняя. Сети магазинов «Караван» и «Скидкина» ее регулярно поставляют непосредственно с плантацией под пензой. Каждый невольно вспомнит самые яркие моменты своего детства. Я очень люблю собирать клубнику, особенно у бабушки. Мы к ней приезжаем. Когда клубника поспевает, мы приезжаем на поляну, и там мы собираем эту клубнику. А воплотить эту мечту, причем не ограничивая себя в объемах, можно в селе Симбухово. Доступный экотуризм, всего в часе езды от пензы. Здесь и выращивают ту самую макшанскую ягоду. Масштабы впечатляют – целых 23 гектара. Приехать и собрать ее своими руками в нужном для себя количестве, а также попробовать клубнику прямо с куста может любой желающий. Кушать клубнику во время сбора не запрещается. В распоряжении гостей несколько сортов. Причем в этом году, по прогнозам специалистов, на этих плантациях урожай будет больше, чем в прошлом. И достигнет 80 тонн. Выращиваем мы разнообразные сорта. Это итальянская и голландская селекции. Очень большой набор сортов выращиваем мы гребневым способом, под капельным поливом, с минимальным добавлением минеральных удобрений. Кроме клубники, макшанская ягода выращивает также малину и ежевику. Все, кто решил опробовать новый вид экологического отдыха, отправиться в Симбухово и собственными руками сорвать этот ароматный урожай, могут оставить свои заявки по телефону. Плюс семь девятьсот тридцать семь четыреста тридцать ноль пять ноль три. Вот такая ягода растет на нашем поле. Очень крупная, очень вкусная, сочная и красивая. Поэтому всех желающих приглашаем к нам на самосбор ягоды в любое время с понедельника по субботу с восьми до пяти ноль ноль. Приезжайте, будем рады. Это экологически чистый продукт. Приезжайте, сами попробуйте. Пензенские рэгбисты продолжают завоевывать престижные награды и побеждать именитых соперников. На днях в родной город вернулся основной состав локомотива на выезде. Наши спортсмены, отдалев Енисей с ТМ, впервые в истории стали победителями чемпионатов классической разновидности игры. Без преувеличения это исторический момент. А теперь вслед за взрослыми атлетами Красноярский Енисей обыграли и молодые рэгбисты. Сборная до 16 лет вернулась в Пензу с Кубком чемпионов России. Железнодорожный состав с триумфаторами юношеского турнира тоже встречали десятки болельщиков, в их числе наш корреспондент Алексей Павлов. Локомотив встречают с очередным титулом чемпионов России. Довольные, но уставшие ребята отдали все силы в финале с Красноярским Енисеем. Мы играли шесть матчей, три в группе и потом плей-офф. Шли к этому целый год, усердно тренировались. Весь турнир я старался, ложил попытки, прорвал линии, доказывал, что я лучший. На турнире Егор набрал 45 очков и стал самым ценным игроком чемпионата России. Однако в финальном матче геройствовал его партнер Ярослав Фадин. Занес попытку и забил два штрафных. Это было тяжело, потому что это большие намерения на то, чтобы победить и большие возможности на победу. И это большая ответственность опять же. Это было необычно и даже как-то приятно, что получилось именно то, к чему я старался, шел весь год. Спасибо тренерам, группе поддержки и команде. В кубке не победное шампанское, а газировка. Ребятам еще только 16, потому отмечают пока так. Клуб и родители постарались организовать теплый прием своих чемпионов. Из всей семьей и сестра приходила, помогала и дочка младшая, рисовали плакаты до двух часов ночи. Но это того стоило. Очень было эмоционально. Голос сорвали, болели всей семьей. Болели перед экраном телевизора, но вот такое ощущение, что были там. Финал у Енисея юные рэкбисты выиграли 14-12. На следующий день после исторической победы основного состава локомотива над красноярцами. Главный матч года ребята смотрели вместе и вдохновились триумфом старших. В гостинице начало немножко трястись. Сначала, после того, как 17-0 некоторое уныние появилось, но потом прям нога Сергея Янюшкина сотворила чудеса. Это вообще круто. Парни орали, поздравляли друг друга и готовы были тоже к бою. Впереди у юных рэкбистов локомотива не отдых, а тренировочные сборы. Родители вместе с наставниками сделали ребятам подарок. Спортсмены отправятся в Махачкалу и будут готовиться к новому сезону у моря. И к этому часу это все основные события. Еще больше новостей на нашем сайте. А сразу после окончания информационного выпуска смотрите художественный фильм «Последствия войны». Это история о людях, которые пытаются найти себя в мирной жизни, что сложно, а порой и вовсе невозможно. Приятного просмотра. До встречи. Северная и северо-западная от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 7. Днем около 18 градусов тепла. В Пензе облачно, без осадков. Ветер северо-западная от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7. Днем около 19 градусов тепла. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok